Здравствуйте, я почему-то была готова к трудным пациентам, но да ладно. Уже сегодня мой старший коллега Сергей Александрович говорил о том, что в эпоху новых технологий, тем не менее, в клинику обращается до 20% пациентов, у которых уже первично есть диссиминированный процесс. Треть из них подвергается циторедуктивной нефректомии и встает вопрос о немедленном, либо потом об отсроченном назначении либо иммунопрепаратов, либо таргетной терапии. Свою презентацию я не могла не начать с исторического исследования в области иммуноонкологии. Это публикация Фланнингана и Митича, 2004 год. Два исследования, которые показали о том, что комбинация оперативного лечения и интерферона альфа позволяет увеличивать общую выживаемость у пациентов. Так они показали, что вместо 8 месяцев общая выживаемость может достигать медиана до 14 месяцев. Что произошло за этот период? На данном слайде видно динамика. 0% сейчас приходится на комбинацию иммунотерапии и циторедуктивной нефректомии. И большую долю исследований и наблюдений отдается именно таргетной терапии. Я хочу вам представить внимание пациента 75 лет, который в июне 2015 года отметил жалобы на боли в поясничной области, деформацию позвоночника. При дообследовании у пациента выявлено было метастатическое поражение поясничного первого и второго позвонков. И с целью верификации диагноза и улучшения качества жизни пациента был выполнен спондилосинтез, установка транспедикулярной системы. И гистологическое исследование подтвердило, что у пациента имеются метастазы, а именно светлоклеточного почечноклеточного рака. На 2015 год, используя рекомендации в Европейской ассоциации урологов, в качестве первой линии терапии у пациентов промежуточного риска, мы ему смогли предложить лечение с унитенибом, ингибитором тирозинкиназ. Пациент с осени, точнее зимы 2015 года по лето 2016 года получал с унитениб по схеме 4.2. Всего пациент получил 6 циклов. За время лечения наблюдались такие явления, как улучшение аппетита, улучшение общего самочувствия пациента. В анализах имелись отклонения повышения щелочной фосфатазы первой степени и нейтропения первой степени. Из нежелательных явлений был отмечен ладонно-подошвенный синдром и дискломация эпителия на коже правой кисти. При обследованиях на июнь 2016 года у пациента не было выявлено никаких метастатических изменений, и мы предложили пациенту выполнить циторедуктивную адреналэктомию справа. Далее пациент переводится на поддерживающее лечение с унитенибом, и при промежуточном обследовании через 3 месяца имеется накопление радиофармпрепарата в акромиальных отростках нижней челюсти до 9 мм. При этом пациент остается на лечении с унитенибом до декабря 2016 года. Далее пациент выпадает из наблюдения, и в следующий раз он у нас появляется в мае уже 2017 года. И, как вы видите, что у нас появляются два таргетных очага в левом легком. Извиняюсь. И, собственно говоря, у меня вопрос к аудитории. Стоит ли расценивать данное явление, данные очаги в левом легком, как прогрессирование? Либо так, либо так. Но вопрос у нас стоял. Либо это прогрессирование, и мы меняем терапию, либо это не прогрессирование. Мы пошли по второму пути, так как пациент не получал лечение с декабря по май, и пациент продолжил прием с унитенибом. Следующее обследование пришлось как раз-таки на сентябрь 2017 года, и мы видим регрессию очагов в левом легком, но появление лимфатических узлов в грудной клетке – это бронхопульмональные и пароортальные узлы, которые накапливали радиофарм препарат. Что дальше с этим пациентом? Это уже второй вопрос данного клинического случая. Переходя к заключению, я бы хотела сказать, собственно, что послужило причиной, почему я именно выбрала этот случай. Это исследование, которое заслуживает внимания от ЭСМА этого года. На данном слайде мы видим дизайн исследования Ресорт Тайм. Пациенты были разделены на две группы, у которых производилась с ними длина нефректомии и отсроченная после трех цихлов с унитенибом. И тут все мы знаем, что первично конечной точкой в данных исследованиях является progression-free survival, и мы видим, что она не отличается в двух группах. Но исследование подтвердило отличия по общей выживаемости у данных пациентов. И, соответственно, у меня возникает еще один вопрос. А почему три цикла? Мы провели шесть, и, собственно говоря, на данном докладе тоже задавали этот вопрос. Почему не шесть циклов? И нужна ли так циторедуктивная нефректомия? Есть ли ей будущее и место уже сейчас? И такие вот у меня вопросы к концу данного доклада. Спасибо. Какие мнения, уважаемые коллеги? Секрет. Комбинацию. Комбинацию? Да. Ну, как вы видели, что да. Да. Какие еще есть мнения? Вы в итоге выполнили? Мы провели шесть циклов ингибитором тирозинкиназа с унитенибом. Потом мы выполнили циторедуктивную нефректомию. Потом было два полных цикла с унитенибом с перерывами два раза. То есть, по сути, это интермитирующая таргетная терапия на протяжении двух лет у пациента. А вот что вы выбираете вот сейчас при нынешнем прогрессировании? Пока не знаю. Пока вопрос. Что примет пациент? По сути, сейчас мы расцениваем эти H&D как прогрессирование и повод к переводу на вторую линию. Но пациент, если можно вернуться назад, можно, пожалуйста? Потому что пациент не готов сейчас ни к какому лечению. То есть, он опять отказывается от приема препаратов. И тут именно встает вопрос о качестве общения вообще врача и пациента, как правильно ему донести эту информацию. Потому что за два года, к сожалению, он уже больше ничего не хочет. Продолжение следует...